Станция Сочи. Костуку колеса и объявлением дежурного о прибывших поездах на сочинском жидовокзале накануне добавились мелодии фортепиано и голоса вокалистов. Прямо в одном из залов ожидания главных железнодорожных ворот курорта прошел концерт. На необычной площадке выступили солисты сочинской филармонии. Для большинства из артистов это первая подобная практика – играть или петь в таком месте. Вообще традиция выступать на железнодорожных вокзалах для России не нова. Еще в середине 19 века свои концерты на Павловском вокзале под Санкт-Петербургом давал сам великий Штраус. А в Сочи такую традицию ввел маэстро Юрий Башмет. Здесь, в здании сочинского жидовокзала, он выступил в рамках зимнего фестиваля искусств. Случилось это в 2012 году. Хорошую традицию решили подхватить российские железные дороги. Этот год объявили годом пассажира. Теперь вокзалы курорта должны стать не только местом отправления и прибытия поездов, а культурными площадками. Мы хотим превратить вокзалы Большого Сочи, Сочинского региона, в такие культурные центры. Чтобы здесь не только пассажир приезжал и уезжал, но и мог прийти, послушать музыку, посмотреть выставку картин. Мы сейчас над этим работаем и у нас очень много задумок. Первый концерт приурочили к Международному женскому дню. Среди зрителей можно было увидеть и главу города с супругой. Анатолий Пахомов отметил, что такие концерты – это еще один способ в непринужденной обстановке приобщиться к искусству. По большому счету, визитной карточкой любого города, любой страны и любого края, конечно же, является вокзал. И от того, как встречают, первые складываются впечатления. Зрителями необычного концерта могли стать все желающие. Одни пришли специально, другие просто скоротали время в ожидании поезда. Замечательно, просто великолепно. И самое главное, хочется сказать, что неожиданно, что в таком месте проходят концерты. Такие концерты, по крайней мере, в ближайший год будут регулярными. А еще на вокзалах Сочи планируют разворачивать всевозможные выставки.